Разберем два знака 4-2-1 и 4-2-2, а без препятствия. Здесь очень хорошо, наглядно, будет понятно. Иногда бывает путаница, с какой же стороны объезжать это препятствие. Так вот, в ту сторону, куда стрелка, с той стороны и объезжаем. Соответственно, с правой стороны мы будем объезжать левее, а левый столбик мы будем объезжать правее. Есть еще знак 4-2-3, когда стрелочка смотрит и вправо, и влево. Тогда можно будет объехать препятствие как с правой, так и с левой стороны. Поэтому еще раз, вот это препятствие мы объезжаем с левой, а вот это препятствие мы объезжаем справа. Здесь же мы рассмотрим с вами знак 4-3, ограничение высоты. То есть любое строение над проезжей частью, которая находится, имеет ограничение высоты. Для того, чтобы автомобили с большой высотой понимали, смогут ли они здесь беспрепятственно, не задевая данное препятствие, продолжить движение. На знаке у нас 4 метра 30 сантиметров. Это не говорит о том, что здесь конкретно 4-3. Здесь идет обязательно больше, потому что идет учет проседания данного строения, наложения нового слоя асфальта. Ну и в зимний период времени, в это выпадение осадков, это снежный покров.